Доля поступлений в бюджет от предприятий малого и среднего бизнеса во всех муниципалитетах разная, где-то 20%, а где-то 36%. Но, как отметил губернатор, равняться не должны на европейские страны, где подобные организации вносят более половины всех поступлений в бюджет. Ближайший ориентир, которому необходимо стремиться муниципалитетам, это как минимум 25%, а в идеале и 30%. На сегодняшний день наиболее высокий показатель у Дмитровского, Пушкинского, Красногорского и некоторых других районов. По количеству субъектов малого и среднего предпринимательства Дмитровский район лидирует, да, действительно, там зарегистрировано больше 24 тысяч малых и средних предприятий. У нас на территории их 8 тысяч зарегистрировано, но количество не говорит о качестве на самом деле. То есть тут уже это такой показатель, который, да, конечно, когда большое количество предпринимательств, нам нужно опять же смотреть на количество налогов, сколько они приносят в бюджет. Что касается индивидуальных предпринимателей и малых предпринимателей, порядка 400 миллионов в год они платят налогов. Для поддержки предприятий малого и среднего бизнеса организуются различные конкурсы и программы, а также планируется проведение семинаров. Есть два вида конкурсов, значит, один конкурс муниципальный, другой областной. Что касается областного конкурса, туда мы направляем наших предпринимателей, которые хотят получить субсидии как бы в большом размере, да, потому что на этот год в нашем бюджете и нам еще дают из области и из федерального бюджета в общей сложности это 10 миллионов рублей. Поэтому, если, например, какая-то крупная компания хочет получить крупную субсидию, да, то мы их консультируем и отправляем на областной конкурс. Что касается более мелких предприятий, мелких субсидий, уже мы, естественно, они могут подавать на наш конкурс. Мы планируем и проведение семинаров, и планируем организацию бизнес-клуба, планируем проведение таких мини-встреч для предпринимателей. То есть многие, как бы сказать, ведут бизнес по старинке, да, какими-то старыми методами. В общем, и когда людям говоришь, что это можно делать чуть-чуть по-другому, с использованием новых технологий, новых каких-то бизнес-процессов, да, соответственно, у людей повышается и выручка, ну и, соответственно, повышается количество собираемых нами налогов.